Какой должна быть школа сегодня? Каким должен быть современный учитель? Этот вопрос в последние годы задают мэтры педагогики и себе, и учителям, и детям. Ответы разные, но мнение сходится в одном – творческим. Сегодня еще популярно слово – креативным. И в 20-й школе города Бреста это понимают и принимают все учителя, а потому успехов у учебного заведения много во всех сферах деятельности. Но нужно быть критичным к себе, а потому, собираясь вместе, учителя обсуждают в конце учебного года, что получилось накреативить, а где нужно этому еще поучиться. И свое собрание они называют «Методическая панорама». Методическое объединение работает и делает уроки, и достаточно интересные разработки с новыми технологиями. Что-то получается лучше, что-то не получается. Но хочу отметить, что наша школа славится своими публикациями у педагогов. То есть мы не скрываем наш опыт, его транслируем на всю Республику Беларусь, и к нам даже обращаются с редакцией, помогите, вот интересен такой опыт. Ну и, конечно, наши педагоги готовы его показать. Очень большая работа проводится с нашими учащимися. Это и олимпиадное движение, это есть конкурсы различные, исследовательские работы. И сегодня вот как раз каждый метод объединения покажет, что сделали за учебный год. Поделятся своим опытом, поделятся педагоги своими наработками. Для чего мы это делаем? Мы транслируем опыт, для того, чтобы подхватывали это направление другие педагоги, учились, опять же, у самых лучших наших коллег, ну и продвигали, конечно же, опыт 20-й школы на уровень Республики. От школьного предмета к профессиональному выбору. Руководители методических объединений рассказывали своим коллегам, как реализуется данное направление. В целом каждый учитель нацелен на то, чтобы привлечь детей к своему предмету, дать им возможность уже с первых лет обучения понять, что нравится им, в какой профессии видеть себя в будущем, получится ли – это уже вопрос времени. Но детям нравится – это факт. Чтобы ребята, во-первых, уже могли определиться и знать, какие профессии существуют. И с первокласса мы проводим различные игры, соревнования, игры, путешествия. И ребята уже с первокласса порой знают, кем они станут и какие профессии бывают. Поэтому и по логике с первого класса мы узнаем, допустим, профессии сельского хозяйства. Во втором – это профессии почтовые. Третий класс – это транспорт. И вот по накатанной, скажем так, это вот все идет вплоть… Ну, мы в начале школы 4 года, а там уже более уровень повыше. Мы проводили анкетирование. Буквально я просила 6 классов. И вот я вам скажу, что на первом месте профессия программиста. На втором – первом классе. На первом классе. Потом профессия бизнесмена. И, кстати, что самое интересное, третье место все-таки учитель. А еще педагоги 20-й школы вместе со своими учениками создают уникальные научные разработки. Получают патенты, за которые следует материальное вознаграждение. И в дальнейшем средства используются на обновление материально-технической базы школы. Они – участники многих республиканских конкурсов и инициатив, победители многих соревнований. Хотелось бы отметить, что в этом учебном году нам получилось привлечь инвестиции в наше учебное заведение. Первое – это Брестоболгаз. Они нам на линейке последний звонок дали сертификат на 10 тысяч белорусских рублей. Почему они дали? Потому что очень хорошо сработали с инженерными классами. В этом году была интересная разработка, сделан твердо топливный пиролизный котел с дополнительной возможностью получения электричества и горячей воды. Эта разработка участвовала в финале 100 идей для Беларуси. Мы победителями, к сожалению, не стали, но стали победителями в онлайн-голосовании. То есть все-таки люди на уровне республики оценили нашу разработку. Поэтому выделили 10 тысяч, а взамен мы, как два юридических лица, средняя школа и Брестоболгаз, получим патенты на полезную модель. И дальше мы эту идею уже развиваем с ними как бизнес-идею. И я думаю, что в сентябре в Минске на выставке наши ребята с инженерного класса удивят дальнейшей совместной разработкой с данным предприятием. И хотелось бы сказать, что, конечно, немаловажную помощь нам оказывает наш Брестский технический университет, который является кураторами данного тоже инженерного класса. Несомненный плюс ко всему этому – профориентационная работа со старшеклассниками. Создание инженерных классов стало для многих из них отличным выбором профессии. Их ждет Брестский технический университет. В дальнейшем у них будет и место работы Брестоболгаз. А для того, чтобы ребята это поняли и осознали, не устали от однообразия проведенных уроков, учителя креативят. Ведь суть креатива в осознанности и направленности на результаты. Это могут быть и мозговые штурмы, использование теории решений исследовательских задач. Это и применение аналогий, которые превращают знакомое в неизвестное. Но чтобы увидеть новые грани, необходимо досконально изучить предметы. В моей презентации я буду представлять сегодня проект, это 10 класс, это профильный класс, где дети, например, делали проект о геометрии в моде. Можно рассматривать мода в геометрии, а можно геометрия в моде. Очень интересный проект получился. Это не значит, что каждый урок там прям какой-то, ну, не знаю, там все в него скинуто. Но, во всяком случае, вот эту параллель из урока в урок стараешься продолжать и показывать широкие возможности применения той же прикладной математики, где она используется, что, чтобы дети видели, что это не сухая наука, что это не один, два, три, четыре, пять, вышел зайчик погулять. Ну, как-то так. Для того, чтобы воспитать творческого ученика, нужно постоянно заботиться о том, чтобы самому педагогу не утратить любознательность, энергичность, готовность рисковать и открытость новому. Необходимо постоянно подпитывать творческий дух учителя. И тогда все получится. Вот этот весь большой пласт методической работы возможно двигать только если есть единомышленники в коллективе. Они у меня есть. Это и заучи, это и руководители методических объединений, это просто учителя-предметники. Мы видим, что и мы работаем на результат. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.